Утром на романтике! Спасибо вам за то, что пришли и, самое главное, не опоздали. Мы очень любим пунктуальных людей. Расскажите нам, пожалуйста, немного об истории создания вашего фонда. Какие задачи вы первоначально ставили, каких успехов уже достигли? Да, во-первых, я бы еще хотел сказать, что 2 апреля – это действительно всемирный день распространения информации об аутизме, но традиционно весь апрель считается месяцами информирования об этой особенности развития, поэтому мы в течение месяца через различные платформы рассказываем об аутизме. Наш фонд «Обнаженные сердца» был основан в 2004 году супермоделью, филантропом, визионером Натальей Водяновой. Несколько было факторов, которые повлияли, которые вдохновили Наталью на основании этого фонда. Во-первых, личная история ее семьи. У Натальи есть сестра Оксана, у которой у самой аутизм и церебральный паралич. И Наталья не понаслышке знает, каково быть членом семьи, где воспитывается ребенок с особенностями развития. Ну и плюс в 2004 году, Наталья часто сама рассказывает это в своих интервью, она находилась в Москве, когда случилась ужасная трагедия в Беслане. И вот она рассказывала, что она сидела в номере отеля, не могла оторваться от экрана телевизора, смотрела на ужас, происходящий в Беслане, и понимала, что что-то надо делать. Что-то надо делать для детей, обязательно надо предпринимать какие-то действия. Она тогда не знала еще, что конкретно. И на тот момент она жила в Нью-Йорке, она вернулась в Нью-Йорк. Она такая, человек действия, не любит долго планировать. Ей пришла в голову идея, она сразу ее реализовывает. И она основала фонд «Обнаженные сердца» и провела сразу же первое мероприятие по сбору средств. И начал наш фонд с того, что он строил игровые площадки по всей стране для детей. Наталья тоже часто говорит о том, что игра – это очень важно. Это не просто какое-то времяпрепровождение для веселья, но это еще и место и время, когда дети учатся очень важным навыкам, учатся коммуникации, учатся друг с другом общаться, заводить дружбу. И поэтому устраивать вот такие вот места, где дети могут находиться вместе, безопасно играть, коммуницировать, показалось Наталье очень важным. И начиналось все с игровых площадок. Потом эта идея переросла в инклюзивные игровые пространства. То есть места, где, ну, можно сказать, обычные дети, но мы не любим слово «обычные». Мы говорим нейротипичные, это более правильное слово использовать в данном случае, где нейротипичные дети могут играть вместе с детьми с особенностями развития. Это происходит нативно, безопасно и для всех представлены возможности. Но со временем, в продолжении вашего вопроса, как дальше развивалась деятельность нашего фонда, мы начали понимать, мы начали знакомиться с семьями, которые воспитывают детей с особенностями развития. Наша экспертиза начала повышаться. Мы познакомились с практиками помощи детям с аутизмом и их семьям, с практиками, которые доказали свою эффективность. То есть это не просто какие-то практики, которые мы где-то черпнули, а это практики, которые очень серьезно, научно были проверены и, основываясь на большой базе и на длительном периоде времени, доказали свою эффективность. Мы эти практики привезли в Россию, адаптировали их на русский язык, перевели, адаптировали их для России и начали применять. И так развилась наша служба поддержки детей с особенностями развития и семей, которые их воспитывают. Какие основные направления есть у фонда? Да, основные направления фонда – это развитие бесплатной сети услуг для семьи. Что немаловажно. Да, все наши услуги оказываются бесплатно. Эти места мы называем «Центр поддержки семьи», «Обнаженные сердца». Таких центров на данный момент два. Один находится в Нижнем Новгороде, один в Москве. И в этих центрах мы используем, мы называем этот подход «семейно-центрированный подход». То есть, когда мы не только ребенку с аутизмом помогаем, но и помогаем его семье в отрыве. Эта помощь происходит не в отрыве от родителей, от бабушки, от дедушки, потому что очень многие родители, узнав о диагнозе своего ребенка, они чувствуют некую потерянность, они чувствуют какой-то вакуум информации, они не понимают, что это с диагнозом, как теперь относиться к своему ребенку. И вот у нас есть специальные программы для родителей. Многие вообще не понимают, как жить. Многие вообще не понимают, как жить. И когда есть какой-то вопрос или какая-то проблема, и непонятен путь ее решения, то эта проблема кажется какой-то нерешаемой, большой. Но как только появляется понятный план, что конкретно можно сделать, как помочь и каким-то привезет результатом, проблема сразу становится решаемой, понятной, прозрачной. И вот мы родителям рассказываем, что такое аутизм, как строить отношения со своим ребенком, как с ним играть, как с ним коммуницировать. И получаем очень такой хороший фидбэк от родителей. Это одно из направлений нашей деятельности. Также мы, это вот именно по аутизму, также мы сотрудничаем уже много лет с Тульским центром детской психоневрологии. Там наш проект называется «Двигательные нарушения». И мы специалистов этого центра обучаем также практикам с доказанной эффективностью, только уже по работе с детьми с церебральным параличом. Если вы заметили, я говорю не ДЦП, не детский церебральный паралич, а церебральный паралич, потому что это особенность, которая с человеком на всю жизнь. Она не только у детей, но и у взрослых тоже. Поэтому мы слово «детский» не используем. На данный момент порядка 50 сотрудников получили наше обучение. Вот таким вот практикам. И около 2,5 тысяч пациентов получают помощь от этих экспертов в Тульском центре. Также у нас есть проект «Сопровождаемое трудоустройство». Это один из наших самых молодых проектов. И мы его запустили. Знаете, к нам родители маленьких детей приходят. Это обычно дошкольный возраст. Они прошли наши программы, готовы идти дальше в садик, в школу. Но нас часто спрашивают, а что дальше? Смогут ли наши дети вырасти, работать, трудоустроиться, стать какими-то специалистами? И чтобы показать, что это тоже возможно, мы запустили проект «Сопровождаемое трудоустройство», в рамках которого мы готовим как работодателя, так и соискателя с особенностями развития, в основном это аутизм, трудоустраиваться. То есть как соискателю подготовить резюме, подготовиться к интервью, пройти собеседование, и как работодателю адаптировать коллектив и условия работы для таких сотрудников. Большую работу вы проделываете, я хочу сказать, судя по тому монологу, который я сейчас выслушал. Дамы и господа, мы совсем скоро вернемся к вам. Напомню, что у нас сегодня в гостях директор по коммуникациям Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Кимал Тарба. Оставайтесь с нами. И это утро мы проводим в компании директора по коммуникациям Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Кималом Тарба. Сегодня мы говорим об аутизме. Кимал, еще раз доброе утро. Доброе утро. Если кто-то к нам сегодня только что присоединился, напомню, что разговор это не просто так возник. У нас дело в том, что вчера, 2 апреля, отмечался Всемирный день распространения информации об аутизме. Ну и вот, как сказал Кимал буквально несколько минут назад, весь апрель месяц считается вообще в целом Всемирным месяцем распространения информации об аутизме. Чем мы, собственно, здесь сегодня и занимаемся. Но если кто-то где-то слышал, но не особо встречался, не знает, давайте расскажем, что такое аутизм, вот так в двух словах, чтобы было более-менее понятно. Да, аутизм, главное, что знать об аутизме, это не болезнь. Аутизмом нельзя заразиться или заразить. Это особенность развития, с которой человек рождается и живет всю жизнь. И у аутизма есть два основных дефицита. Первый дефицит, он связан с коммуникацией и с распознаванием социальных норм. А второй дефицит, он связан с повторяющимися движениями и спецификой обработки сенсорной информации. Я вам сейчас приведу примеры, чтобы было ясно, что я имею в виду. Вот, например, с точки зрения коммуникации, это людям с аутизмом, возможно, будет сложно поддержать диалог. Или, например, инициировать общение. Или считать какую-то эмоцию или мимику. Понимание каких-то социальных правил. Вот у нас в фонде есть такой немножко анекдотичный пример. Я поделюсь им тоже. Взрослый с аутизмом подошел к специалисту и спросил, а сколько сообщений можно отправить девушке, которую я зову на свидание? Специалист спросил, а сколько ты уже отправил? Он говорит, 438. То есть, да, такое не совсем считывание социальных норм и правил. Ну и бывают повторения фраз, действий, возможно, проблемы с речевым развитием. Но еще важно сказать, что если вы знаете одного человека с аутизмом, то вы знаете одного человека с аутизмом. Полное назначение – это расстройство аутистического спектра. То есть, это спектр. И все люди с аутизмом очень разные. А сколько сейчас людей состоят на помещении фонда «Обнаженные сердца» вот с аутизмом именно? Знаете, у нас система немножко разная. У нас в центрах разные программы. Какие-то программы длятся, допустим, 3 месяца, какие-то 9 месяцев. И нет какого-то постоянного числа. Статистика меняется. Статистика меняется. Становит, могу сказать, что за прошлый год нашу помощь получили 3750 человек. А за все 18 лет существования фонда нашу помощь получили более 24 тысяч детей, молодых людей и членов их семьи. То есть, цифра достаточно серьезная. Цифра глобальная. И большое вам спасибо за такую проделанную работу, за то, что вы делаете. Как сейчас обстоят дела с аутизмом? Насколько он распространен сейчас в России, в Москве, если говорить про ваш фонд? Знаете, с аутизмом есть такая особенность, ой, это особенности развития, что для того, чтобы поставить диагноз, невозможно сдать какой-то анализ. Кровь или какой-либо другой анализ – это поведенческий диагноз. То есть, смотрят на поведение человека. И поэтому статистика очень разнится в зависимости от диагностики. Вот совсем недавно, 24 марта, согласно последним исследованиям, в местах, где диагностика очень сильно развита, выявилось, что один из 36 детей имеет аутизм. То есть, это самое… Один из 36 детей. Один из 36. То есть, это самая распространенная особенность развития среди вообще всех. Говорят даже, что в месте взятых детских диагнозов, не считая СДВГ. Но в России, по оценкам Минздрава, количество детей с аутизмом примерно 300 тысяч. То есть, это 1%. В какой помощи чаще всего нуждаются люди с аутизмом? Люди с аутизмом чаще всего нуждаются в помощи, которую мы называем поведенческие программы. И чем раньше оказывается эта помощь, тем больше шансов у человека с аутизмом жить нормальной, обычной жизнью, как и все мы. Поэтому в наших центрах мы помощь оказываем детям дошкольного возраста. Когда они к нам приходят… Ну вот, вы видели примерно, да, какие дефициты имеются у детей с аутизмом. И мы как раз эти дефициты стараемся восполнить. То есть, если, например, у человека или у ребенка нет какой-то речевой функции, то мы помогаем этому ребенку с альтернативными методами коммуникации. Например, у таких детей есть такие карточки ПЕКС. Они собой носят карточки, показывают на карточках, например, что они хотят есть или что им нравится и так далее. Коммуникативным навыкам. Например, у многих детей нет указательного жеста. Они не могут показать на то, что они хотят. Или не устанавливают визуальный контакт. К примеру, мама приходит со своим ребенком, она ни разу в жизни своему ребенку не смотрела в глаза. После прохождения наших программ впервые устанавливается визуальный контакт между мамой и ее ребенком. И для семей с нейротипичными детьми это может быть что-то обычное и ежедневное что-то. А вот для семей, которые воспитывают ребенка с особенностями развития, это большой шаг. Мы это называем вроде маленькие победы, но одновременно и большие. Мне кажется, это великие победы. Возможно, кто-то из слушателей сейчас задается вопросом, как можно обратиться за помощью в ваш фонд. Пошагово, я не знаю, как-то расскажите. Что делать, куда идти? На самом деле, к сожалению, у нас в фонде не так... Спрос очень большой на места в наших программах. К сожалению, у нас не очень много мест. Но наша цель не заполнить собой все услуги, которые должны присутствовать в нашей стране, а показать идеальную модель, что она работает на практике у нас в стране. Набор на наши программы мы объявляем... Чтобы таких фондов становилось все больше и больше, на вашем примере. И даже не только фондов, а мест, которые работают с детьми с аутизмом. Там в основном это государственные, конечно, места, чтобы они видели ценность программ, которые мы используем, чтобы они видели их эффективность, применение их в России и тоже перенимали на свою работу. Чтобы родители видели тоже, что эти программы существуют, что они работают, и чтобы они требовали эти программы у себя на местах. Но наборы на наши программы мы объявляем в наших социальных сетях. На них можно подписаться, следить за ними. Там мы объявляем, как я сказал, уже все наборы на наши программы и для родителей, и для детей. Директор по коммуникациям Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Кимал Тарба сегодня у нас в гостях. Мы вернемся через несколько минут. Кимал Тарба сегодня у нас в гостях, директор по коммуникациям Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Сегодня мы говорим об аутизме в связи с тем, что апрель объявлен всемирным месяцем распространения информации об аутизме. Кимал, еще раз доброе утро. Доброе утро. Давайте, наверное, перейдем к главному вопросу. Как мы можем помочь Фонду и вообще людям с аутизмом? Каждый из нас, как может оказать какую-то помощь? Помощь нашему Фонду может оказать каждый. Во-первых, с помощью пожертвования можно зайти на наш сайт nakedheart.ru. Вы найдете большую кнопочку с красным сердцем «Пожертвовать» и можете подписаться на ежемесячные пожертвования. При этом я бы хотел еще сказать о том, что благотворительность часто ассоциируется с какими-то крупными суммами, но это абсолютно неверно. Каждый может пожертвовать сумму, которая пропорциональна его или ее доходу. Это не обязательно должна быть большая сумма, но нам очень помогает, если это подписка на ежемесячные пожертвования. Комфортная сумма для человека, который списывается каждый месяц. Такие же месячные пожертвования помогают нашему Фонду планировать нашу деятельность и нашу активность. Но помочь нам можно по-разному. Можно подписаться на нашу соцсеть. Мы присутствуем на всех основных платформах. Можно нас лайкать и шерить. Как помочь людям с аутизмом? Во-первых, можно прочитать об аутизме. У нас есть прекрасные материалы «Мифы и факты об аутизме», где мы развеиваем основные мифы, стараемся преодолеть стереотипы, рассказывать своим близким, также шерить наши посты в социальных сетях. Мы также с детьми с аутизмом, волонтером работать невозможно, потому что все-таки должны быть специально обученные люди. Но мы очень рады работать с профессиональными волонтерами. Например, если человек-фотограф или монтажер, или дизайнер, или занимается как-то СММом, то мы всегда рады такому сотрудничеству. У нас на фонде есть форма для волонтера, которую можно заполнить и рассказать, чем вы можете быть полезны для фонда, или же просто написать на социальных сетях. Только что, собственно, опередили меня с вопросом по поводу волонтерства. Мы с вами за эфиром как раз-таки развели один из мифов по поводу приобретенности аутизма, как это все происходит, как это передается ребенку, передается ли вообще, что является причиной аутизма. Хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали вот здесь, в эфире, потому что это действительно миф, что зачастую все это передается ребенку от родителей, которые вели неправильный образ жизни, алкоголизм, наркомания и так далее и тому подобное. Но, как оказалось, это не так. Да, действительно, вокруг причин аутизма очень много мифов, многие из которых уже были развеяны серьезными научными исследованиями. То, что аутизм появляется из-за прививок – нет, неправда. То, что аутизм появляется из-за какого-то неправильного образа жизни родителей – нет, неправда. Родители не виноваты. Это действительно мифы, и очень серьезные научные работы опровергли эти мифы. Но на данный момент нет какого-то научного объяснения причин аутизма. Работа продолжается. То есть ищут. Ищут, да. Пока поиски идут. Хорошо. Бытует мнение, что среди аутистов много гениев. Это так вот, скажите мне? Во-первых, я бы хотел, если позволите вас поправить, мы не говорим о аутистах. Мы говорим о человеке с аутизмом. Люди с аутизмом – это наш такой принцип «сначала человек». То есть мы не определяем человека через его диагноз. Сначала говорим «человек», поэтому говорим «человек с аутизмом». Некоторые самоадвокаты – это сами люди с аутизмом. Еще и предпочитают такое выражение, как «аутичный человек», «аутичные люди». Бытует мнение, что среди аутичных людей много гениев. Спасибо. Вы знаете, это все равно, что сказать, среди нейротипичных людей много гениев. Так же, как и обычные люди, очень разные бывают гении. Бывают, кому-то сложно учиться. Точно так же и среди людей с аутизмом. Возможно, кто-то может быть гением. И, возможно, кому-то сложно будет даваться школьная программа. Сейчас к такой истории. Которые, к сожалению, часто встречаются в нашей жизни. И порой ленты новостей пестрят вот такими заголовками. В Петербурге сотрудник парка Швабры выгнал ребенка с аутизмом и попал на видео. Да, вот такие заголовки во многих новостных лентах с частой, к сожалению, периодичностью случаются. Это исключение из правил? Или все же, к сожалению, такие истории не редкость в наше время? Вы знаете, такие истории сразу же получают большой общественный резонанс и осуждение. Но вообще выгнать ребенка с аутизмом Шваброй или выгнать любого ребенка Шваброй или выгнать любого человека Швабра – это какое-то неприемлемое поведение в отношении кого бы то ни было. Это вообще бесчеловечное, я считаю. Это вообще бесчеловечное, я с вами абсолютно согласен. Я очень рад, что такие истории получают очень серьезный общественный отпор, они осуждаются, они обсуждаются. И каждая такая история становится причиной для того, чтобы таких историй становилось все меньше. Ну и как же все-таки донести вот до таких людей, которые шваброй это делают, что, ну, ребятки, так нельзя. Раз эти истории происходят, значит, проблема все-таки существует, несмотря на то, что мы видите, как бы, и все эти случаи подвергаются огласке, но, тем не менее, это не мешает другим вести себя вот таким неподобающим образом. Да, ну, выгнать кого-то шваброй – это вопрос рабочей этики, да, такие вопросы должны… Культуры, наверное. Да, рабочая культура, этики должны решаться на рабочих местах. Но, в общем, агрессия, она порождается страхом. А страх порождается отсутствием информации. Когда человек о чем-то что-то не знает, он, возможно, будет бояться, а страх порождает агрессию. Поэтому для нас очень важно повышать уровень информированности об аутизме, об особенностях развития, что люди с аутизмом не опасны, не агрессивны. И как раз вот апрель для нас очень хорошая возможность говорить с обществом через наших различных инфопартнеров. У нас их очень много в этом апреле. И мы благодарим всех за очень большую широкую поддержку, в том числе Радио Романтика, за эту возможность как раз рассказывать об аутизме, развеивать мифы. То есть, да, это большая работа, которую наш фонд проводит. Но я хочу поделиться. Вот мы совместно с ЦИОМ проводим исследования время от времени и отсматриваем уровень информированности населения России об аутизме. И есть вот один такой общий вопрос. Слышали ли вы что-либо когда-нибудь об аутизме? И вот мы видим положительную динамику, например, в позапрошлом году эта цифра была 73%, а в прошлом году 77%. То есть, за один год на 4 пункта вырос этот показатель. И мы даже видим какой-то свой вклад в эту положительную динамику, радуемся этому. Ну, мы с вами, собственно, здесь и сейчас выносим какой-то вклад в эту положительную динамику, распространяя информацию об аутизме. Ваш фонд сейчас, поскольку у нас времени не так уж много осталось, нуждается ли в какой-то помощи? Что нужно для того, чтобы помочь людям, которые помогают людям с аутизмом? Вы знаете, ну вот помощь, это помощь, которую, вот я как раз говорил, можно поддержать наш фонд, зайди на наш сайт. Это такая помощь означает не только помощь нашему фонду, но это, в общем, такое развитие благотворительности у нас в стране. Потому что это, что такое благотворительность? То есть это не просто помощь фонду, это развитие эмпатии, развитие сочувствия, развитие взаимной помощи. И вот когда мы говорим «помогайте нашему фонду», мы на самом деле не просто просим о помощи именно нашему фонду, именно нашим программам, хотя и это, безусловно, тоже. Но еще мы говорим «помогайте другим фондам, помогайте фондам, которые близки к вашей тематике, помогайте друг другу, давайте делать благотворительность из акта, какой-то вот такой вот, знаете, редкий акт, чего-то мне пришло в голову, системой своей жизни, чем-то таким ежедневным, ежемесячным, нормальным актом. Давайте сделаем благотворительность нормальной такой, обыденной частью своей рутины». То есть мы популяризируем добрых дел. Да, абсолютно верно. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях был директор по коммуникациям фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Кемал Тарба. Кемал, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня пришли. Я уверен, что наша с вами беседа нашла отклик у наших слушателей, и свою миссию по распространению информации об аутизме мы с вами выполнили, насколько это было возможно. И вам спасибо большое за интересную беседу. Спасибо.